Продолжение следует... 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 В двух случаях опухоль вырастала в поджелудочную железу и пищеводное кольцо диафрагмы. По данным Ката с авторами, синхронная опухоль желудка располагается преимущественно в проксимальном отделе. Результаты исследования японского хирурга Абу с авторами также свидетельствуют о более частой локализации в теле и выходном отделе желудка. И Койда чаще находил синхронные карциномы в проксимальном отделе и теле желудка. Медостазы рака желудка в региональных лимфоузлах выявлены у 77% больных. В одном случае отмечено поражение пары от тайных лимфоузлов, 16-й от 2 группы. Уделенный вес больных 3-4 стадии рака желудка составил 68%. Из более 1000 оперированных в вторгородинальном отделении экологического центра больных кардиосмегальным и гастроэзофемиальным раком за последние 20 лет Поражение ретроперегридиального сегмента диагностировано у 6% пациентов. В эту статистику не включены наблюдения, касающиеся аденокарциномы дистального отдела пищевода с отстранением на желудок, который многие авторы относят к каждой фигиальному раку первого типа по классификации ИЗИО. Следует подчеркнуть, что на многих случаях неявно определяемая инфильтрация, а именно скрытая от глаз хирурга миграция опухолевых клеток за пределами агроскопически определяемого края первичной опухоли, является одной из главных причин местных рецидивов при, казалось бы, визуально интактной границе резекции пищевода и радикально выполненной операции. Важнейшим критерием уровня резекции пищевода при кардиософемиальном и гастроэзофемиальном раке является наличие лимфатической инвазии опухоли, что определяет ее потенцию к интрамуральному метастазированию. Интрамуральные метастазы в стенке пищевода выявляются примерно у 4% больных раком максимального отдела желудка на расстоянии до 8 см от максимального края опухоли. При распространении опухоли на раторопереградиальный сегмент пищевода соблюдение радикализма, как правило, возможно только при условии ростотальной резекции. В почти 80% случаев опухоль поражало два отдела желудка – проксимальный и тело. У одного больного поражение желудка носило субтотальный характер. Проксимальная граница опухоли инфлитрации у 11 больных соответствовала ретропереградиальному сегменту пищевода, у одного – парахиальному. У двух пациентов при поражении наддиафрагмального сегмента пищевода имелись подследисты от севы выше проксимального края опухоля. Во всех случаях опухоль порастала сирозную оболочку, так же, как и во всех случаях, имелись лимфогенные метастазы. В 93% случаев отмечен инфильтративный характер роста опухоли. Удельный вес больных 3-4 стадий составил 78,6%. На этом слайде представлены данные онкологического центра, основные на анализе лимфогенного метастазирования оперированных больных в раком желудка с переходом на пищевод. В исследовании Кадама с авторами 98-го года частота метастазирования в лимфоузлы и седостения увеличивается с 9% при уровне инвазии пищевода до 2 см, до 53% при уровне инвазии более 4 см от Z-линии. По данным Токийского национального противоракового центра, 30% больных раком пищевода с инвазией пищевода на протяжении 1 или более сантиметров имеют метастазы медицинальных лимфоузлов. В своем исследовании Глик, Сайта, Кувана, Койда и Дайвис описали случаи рака пищевода с метастазами в стенку проксимального отдела желудка, имитирующими рентгологическую эндоскопическую картину первичной кациномы желудка. Авторы считают, что формирование подобных отсевов обусловлено метастазированием через подследисти и лимфатические сплетения. Элдер Джейк описал случай метастазирования влосоплечного рака среднего грудного отдела пищевода в край гигантской язвы проксимального отдела желудка, что потребовало выполнения изотомоментной запад гастроктомии. Каяма представил уникальное наблюдение, в котором москоплеточный рак пищевода сопровождался метастазированием в стенку ранней аденокарциномы тела желудка. В некоторых случаях массивные метастазы рака пищевода в параградиальных лимфоузлах, а также в лимфоузлах малой кривизны членов стола с врастанием в стенку желудка и прилижающие органы, вынуждают хирурга выполнять татанию, либо анкоревратнику, как на этом слайде, гастротемию. У 70% больных раков пищевода с распространением на желудок опухоль врастала в полежащей структуре пищеводной кальцодиафрагмы легкой левой долей печени. Лимфогенные метастазы обнаружены у всех без исключения больных. У двух из них метастазами была поражена чревная группа лимфатических узлов. Все пациенты этой группы имели запущенные стадии заболевания. Серия из четырех операций выполнена больным раком желудка с перфорацией грудного отдела пищевода вследствие различных причин. У трех из четырех пациентов опухоль распространялась на пищевую. Показаниями к изофагу гастротомии послушали атерогенные перфорации средний грудного отдела пищевода при выполнении изофаг гастроскопии в первом случае, спонтанная перфорация дилетированного пищевода дистенозирующего рак arquикардия во втором случае и в третьем случае, как показано на этом слайде, спонтанная перфорация дивертикула грудного отдела пищевода. В четвертом случае причиной принятия решения о выполнении запах гастротомии стала ранняя нестоятельность пищеводного тонкого кишечного анастомоза сформированного в правой певральной полости у больного оперировано первично в другом учебном учреждении по поводу рака желудка с переходом на натиопрагмальный зимой пищевой В доступной литературе мы не нашли никаких упоминаний о хирургических вмешательствах выполняемых на фоне стептических осложнений таких как МНО-медесник и МПМ-блевы это представлено на этом слайде о используемых хирургами тактических решений Большей части больных синхронным раком пищевода и желудка в настоящее время оказывается лишь палеоактивная помощь выполняются симптоматические вмешательства направленные главным образом на ликвидацию стенозов и затем проводится консервативное лечение СУКЕ в своем труде ясно отразил точку зрения большинства хирургов по этому поводу позвольте его поцитировать неприятный прогноз при обеих опухолях рака пищевода и желудка создает проблемы хирургического лечения этих пациентов требующего резекции пищевода и полной или частичной гастротомии хотя это и было в некоторых случаях выполнено но не является целесообразным у большинства больных из-за возраста сопутствующей патологии и истощения хирургическое лечение должно использоваться только тогда когда распространенность опухоли указывает на очень высокую вероятность радикальности операции такой компромиссный подход судя по литературным источникам является довольно распространенным несмотря на определенные успехи химиотерапии и лучевой терапии только хирургический метод в лечении рака пищевода так и рака желудка в радикальном объеме позволяет надеяться на полную ремиссию и является по нашему убеждению приоритетным разногласия по выбору хирургического доступа не предавиды а острые дискуссии продолжаются до сих пор часть изопагогастротомии выполняемых у больных раком желудка с распространением на пищевод сторонниками трансхиатальных мешательств выполняются сторонниками трансхиатальных мешательств однако показания к сутатальной или тотальной резекции пищевода определяется отнюдь не онкологическими соображениями, а лишь возможностями предпочтительного доступа идеология такой стратегии в значительной степени обусловлено стремлением вывести пищеводную соусть в относительно безопасную зону на шею мы видим в такой позиции и другие противоречия с одной стороны, эксерпация пищевода как весьма травматичный элемент операции лишена обоснования с онкологической точки зрения значительно увеличивая объем резекции пищевода и повышая тем самым степень травматичности операции нередко ущерб функциональности она в подавляющем большинстве случаев не добавляет радикализма с другой стороны, стремление использовать при кардио-фигальном раке для пластики пищевода желудочную трубку из большой кривизны сомнительно с точки зрения радикальности операции по мнению Михаила Ланча Давыдова резекция пищевода с двустороннего торготомного доступа в некоторых случаях может быть оправдана только при врастании опухоли в аорту над диафрагмой массивного врастания в левое легкое то есть когда операция почти всегда носит паллиативный характер в таких ситуациях этап мобилизации может быть выполнен безопаснее чем при правосторонней торготомии анастомоз при необходимости с перебромом выше дуги аорту при выполнении одномоментной заправки гастроктомии доступ по Льюису является приоритетным доступ позволяет мобилизовать Н-блок и резицировать грудной отдел пищевода на всем протяжении выполнить визуально контролируемую билатеральную медицинарную лимфодисекцию и сформировать пищеводное сообщество на уровне верхней грудной апертуры во многих публикациях изопарк гастроктомии представлены как операции во время которой хирург возвращается многократно к эндоминальному и дракальному этапу например, в литературе описывается даже семиэтапная последовательность выполнения изопарк гастроктомии при которой брюшной этап повторялся 4 раза, а грудной 3 жды при этом желание сократить продолжительность всей операции порождает стремление к различным нестандартным укладкам пациента с изменением угла поворота операционного стола при переходе одного этапа к другому на наш взгляд, это задает лишь технические неудобства для всей хирургической бригады по сравнению с тем, если бы срединая лапаротомия и боковая теракотомия выполнялись из двух типичных для этого доступов для этих доступов положение больного на операционном столе современные методы диагностики, включающие среди прочих КТ ультразвуковое эндоскопическое исследование, лапароскопию позволяет всегда оценить резиктабельность и потенциальную радикальность планируемой операции в логическом центре одномоментной западной гастротомии у 41 больного и 44 была выполнена из двух последовательных абдоминального и правостороннего таракального доступа трехэтапные мешательства, по нашему мнению являются целесообразными только в случаях сомнительной резиктабельности опухоли на таракальном этапе в этой ситуации мы рекомендуем начинать операцию с таракотомии при оперативности сразу реализирует пищевод после выполнения абдоминального этапа больного вновь поворачивают на левый бок вводят трансплантат в правую плевральную полость где и формируется совости частичная диафрагматомия выполняется всегда не только с целью не только с целью щечения на диафрагмальных лимфатических узлов но и для предотвращения удавливания толсток кишечного трансплантата после перемещения в плевральную полость здесь показано выполнение диафрагматомии удаленная диафрагмальная клетчатка левзионный пищевод диссекция гепатодотональной связки с лигированием правых желудочных сосудов выполняется во всех случаях вне зависимости от того планируется тотальная или интервратниковая гастротомия на этом слайде мы видим этапы лимфодисекции скритизированную породную вену общую печёночную вену взятую на лигатуру правые желудочные сосуды даже здесь видно хорошо эксклюзированную общую печёночную вену циркулярная диссекция печёночной 12-перстной связки выполняется при раке выходного отдела желудка и является профилактической мерой в отношении рецидива пород от печени на этой фотографии хорошо видим желудочный проток ротная вена мобилизованная так называемая краниальная ветвь печёночной артерии общая печёночная артерия также она хорошо видна здесь и поражённые лимфоузлы выделяются и разделили гируются левые желудочные сосуды при обработке левой желудочной артерии рассекается и мобилизуется к препарату переневральный футляр который может сдержать опухолевые элементы здесь хорошо тоже видно выделены левые желудочные сосуды и вот расчёчённый переневральный футляр на левой желудочной артерии выполняется протезионная обработка хвоста по желудочной железе с раздельной обработкой сосудов воротах печени как показано на этом слайде сосуды раздельно вырабатываются мобилизованных хвост поджелудочной железы вот это сердёночная артерия полностью мобилизованная скелетизированная D2 гастротомия предусматривает истечение переднего листка мезоклон с диссекцией субпилорических лимфатических узлов правые желудочно-сальниковые вены и артерии обрабатываются при этом раздельно непосредственно у их устья вот здесь показан этап выделения переднего листка мезоколок задний листок передний листок отделяется и показаны поражённые узлы правая желудочно-сальниковая вена пересекается у места падения её в среднюю ободочную вену вот она выделена и перевязана правая желудочно-сальниковая артерия пересекается в месте отхождения от желудочно-двенадцатиперстной вот выделены артерии вот вместо отхождения она выделена тут она перевязывается и досекается над превратниковой гастротомия как альтернативой эксерпации желудка выполняются есть субпилорические римфузлы интактные а отступ от края опухоли составляет не менее 10 сантиметров а остающая часть желудка представлена лишь пилорическим каналом как показано на этом слайде на этой фотографии показаны пересечения 12 спец на кишке при эксерпации желудка после выполнения мобилизационного этапа пищевод неизменен на модели ниже или выше диафрагмы в зависимости от локализации распространенности опухоли в желудке и пищеводе прошивают аппаратом желудок удаляют пищевод на уровне скрепок прошивают двумя узловыми швами не связая их концов при невозможности выполнить аппаратную резекцию пищевода в неизмененном отделе желудок можно погрузить непроницаемый контейнер как в этом случае резиновая хирургическая перчатка и удалить его блоки с пищеводом на таракальном этапе на этом слайде единконечный вид раны после Д2 выполнения Д2 лимфа диссекции мобилизованы сосуды черного ствола общепеченочная артерия декапсулированная прожелудочная железа белыми стрелками показаны аллигатуры фиксирующие воральный конец пищевода к консплантату пластику левой половины ободочной кишки на левых ободочных сосудах при выполнении изофага с ракторами мы используем чаще всего ободочную кишку умбрезают на всем протяжении выделяют начальный отдел артерии и вены колик и медиа лигируя и пересекая их у места отхождения показано на этом стадии в одном наблюдении нами была использована изопериостатическая вставка из правой половины ободочной кишки и в одном антиперостатической из левой половины ободочную кишку пересекают в максимальном направлении с таким расчетом, чтобы оральный конец пластата свободно достигал еремные вырезки грудины дистально толстую кишку пересекают на границе нисходящего отдела и сигмовинной кишки сохраняя аркаду и прямые сосуды пластику левой половины ободочной кишки на средних ободочных сосудах мы предпочитаем только тогда, когда калибр левой ободочной артерии значительно уступает калибру средней в настоящее время нет убедительных доказательств свидетельствующих о преимуществах кола и юна или кола до адена анастомоза мы решаем этот вопрос в зависимости от конкретных анатомических технических условий на этом слайде представлены кола и юна и кола до адена анастомоз если выполнена превратник эта гастрактомия формирует желудочно-толстокишечный анастомоз по типу конец ГУ после чего восстанавливает непрерывность толстой кишки нить на оральном конце толстокишечного трансплантата после завязывания кисетного шла связывает с фигаторией фиксирующей аборальный конец пищевода трансплантат укладывают ориентируя его верхушку диафрагмальный магнит таким образом чтобы не допустить перегрута вокруг оси при перемещении в правую плюровую полость на таракальном этапе на этом слайде представлен короткий видеофрагмент иллюстрирующий основные этапы формирования изоперистатического трансплантата из левой половины ободочной кишки и последовательность формирования внутрибрючных анастомозов после тотальной гастротолии здесь видно выделение средних ободочных сосудов в месте их основания под пересечением под пересечением поточной кишки показана реаланова дуга которая берет на себя в скоростном же нерасплантата дистальная кишка дистальная кишка пересекается на дворе с нисходящего дилосимовидной кишки дуга сохраняется отката далее будет продемонстрирована последовательность формирования анастомозов первым формируется толстый толстый кишечный анастомоз по типу вторым формируется толстый тонкий кишечный анастомоз по типу наконец и последним формируется браунский анастомоз на таракальном этапе выполняется мобилизация блока крючатки от непарной вены и аорты с грудным протоком на этом стадии скаритизированная стенка аорты непарная вена и мобилизованный грудно-лифатический проток мы придаем важное значение удалению грудного лимфатического протока на протяжении при выполнении операции с правостороннего таракального доступа поскольку как у больных раком пищевода так и раком желудка он может задержать раковые эмпулы на этом слайде представлен грудной лимфатический проток выделенный на протяжении далее происходит выделение блока от перикарда лёгочных вен с клетчаткой рефоркацией трахеи зона рефоркационная клетчатка перикарда лёгочная вена показана линия посещения дуги непарной вены далее происходит выделение блока от дуги аорты и трахеи лёгочных вене с клетчатки и конечной сенкотрахеи прежнепарная вена пересечение пищевода происходит в куполе правой плевральной полости на этом слайде представлены сечение блока паратрахеальной клетчатки на сенкотрахеи сенкотрахеи крещеный пищевой на этом слайде показаны сечение узлов по ходу левого возвратного нерва мембранозная стенка трахеи заложающий нерв и возврата нет и узлы по ходу и по его ходу на этом слайде представить операционного поля после резекции грудного отдела пищевода с билатеральной медицинальной нюхо-дисекцией а ведь правы выделены правого удачаи нерв трахеи дуга аорты правая левая легкая пересчеток дуга непарной вены на этом слайде представлены операционные препараты после выполнения изопат гастрофтомии в первом случае это надпревратниковая гастрофтомия двух остальных это единоплочный и расчетленный препарат после выполнения изопат гастрофтомии в логическом центре используется оригинальный двухрядный куличный анастомоз по типу конец в блоке характерными особенностями его является тщательная адаптация слоев шиваемых органов минимальное количество швов как условия для хорошего питания и быстрого заживления анастомоза очень короткое время исполнения антирефлюшные свойства и высокая функциональность наружный ряд задней губы формируются всего двумя швами ниже края слизистой пищевода рассекается серозный и мышечный слой трансплантатор не снимая зажима федорова последовательно накладывают четыре внутрипросветных шва губы через все слои первые два соединяют углы соединения анастомоза два промежуточных шва накладывают между угловыми равномерно распределяя стежки на этом стадии внутренний ряд задней губы сформируют внутренний ряд передней губы анастомоза формируют тремя равномерно распределенными произведенными швами прошивают серозные мышечные последствия слои кишки на расстоянии 5 мм от края при захвате передней губы пищевода слизистой его у самого края не прокалывая подхватывают и смещают благодаря подвижной слизистой оболочки под мышечный слой иглу выкалывают примерно на 5-6 мм выше края реалицированного пищевода трансплантат проводят толстый зонд на котором формируют наружный ряд швов использование зонда предупреждает деформацию и зауживание соединения наружный ряд передней губы формируется тремя швами первый формируется правый полистый шов управляющий правый угол анастомоза аналогично формируется левый кулисьный шов и последним п-образным швом наружный ряд переднего губы анастомоза сформирован п-образным шовом захват к передней стене формируется и пищевода на этом слайде представлен конечный вид пищевода толстый кишечный анастомоза с перевернованной верхней грудной апертурой анастомоз у разных больниц анастомозов у разных больниц контрастирование анастомозов и оценку пассажа выполняем на седьмой день после операции после чего разрешаем пероральное вложительство операции в среднем составило 271 минуту кровопотеря 1460 мл реанимационный период в среднем 8 дней после операционной период в среднем составило 17,8 дней частота терапевтическое осложнение составило 38,6% частота хирургическое осложнение составило 13,6% смертность смертность составила 6,8% причиной стали в одном случае некроз трансплантата в одном деструктивное пневмония и в одном фульминатный гепатит с неравником асинхронным раком пищевода и желудка 5 летняя выживаемость составила 30% у 1 больного не было обнаружено лимфогенных метастазов у 2 это только рак у 1-го больного в 1-х ели Нужны лимфогенные метастазы как рака пищевода, так и рака желудка. Здесь представлен один из примеров долгосрочной выживаемости пациента с синхронным раком пищевода и желудка при наличии массивного лимфогенного метастазирования. Больная 66 лет с диагнозом первичного нужного задача на образование рак тела и антрального отдела желудка, рак средневрудного отдела пищевода. По изображению гастроскопии на расстоянии 25 см от резцов на передней стенке пищевода определяется изъязвленный инфильтрат протяженностью 4 см. Стерель желудка с переходом на антральный отдел будет сообразное изъязвление неправильной формы размерами до 6 см, занимающей переднюю стенку малую и большую березну. В 2003 году больная оперирована на объеме одноминтной запах гастротомии с пластикой левой половины ободочной кишки. В послеоперационный период в пластикал без осложнений больная выписана на 11 сутки после операции. При гистологическом исследовании в желудке аденокарцинома разной степени деференцировки с прорастанием всех слоев и врастанием малой сани. В пяти перегастральных лимфатических узлах метастазы рака в части из них с тотальным замещением тканей узлов и перинодальным ростом. В пищеводе опухоль представляла свое возрастание плоскоклеточного развивающего рака с инвазией в мышечный слой. По раздвиганию лимфоузлах метастазов не обнаружено. В настоящее время счинить 9,5 лет после операции признаков прогрессирования нет. Результаты из-за факт гастротомии у больных раком желудка с высоким распространением пищевод достоверно хуже. Почти половина оперированных погибло в течение первого года после операции. Один пациент умер через 3,5 года от неопухолевой патологии обширного инфаркта миокарда. Остальные 11, почти 80% всей группы от генерализации опухолевого процесса. В группе больных раком пищевода с хранением на желудок небольшое количество наблюдений не позволяет сделать определенные выводы. Но и в этой группе оказались долгожители. Вероятно, что хороший прогноз одного из 4 больных раком пищевода с массивным распространением на желудок связан не только с адекватно выполненным хирургическим вмешательством, но и с биологическими особенностями самой опухоли. На этом слайде предместирован пример долговременной выживаемости в группе больных раком пищевода с хранением на желудок. Больная в 63-х лет в 93-м году по месту жительства диагностирована рак средний и нижнегрудного отдела пищевода, в связи с чем была проведена лучевая терапия суммарной очаговой дозе 60-грейн. Получил полный эффект. В течение последующих 7 лет пациентка чувствовала себя удовлетворительно. В 99-м году появилась и стала нарастать дисфагия. Обратился в логический центр в конце июля 2000-го года. При обследовании выявлен стонозирующий плоскоклеточный рак средний и нижнегрудного отдела пищевода с максимальной границей 30 см. Дисфагия 4-й степени. Оценить состояние желудка до операции не представлялось возможным. Война оперирована в 2000-м году. На абдоминальном этапе выявлено массивный опухоль пищевода, распространяющийся на максимальный отдел желудка, медостазы в параградиальных и узлах малой кривизны, врастающих степку желудка. Выявлено также врастание опухолей в пищеводное кольцо диафрагмы, выполнена надпревратниковая гастроктомия и резекция пищеводного кольца диафрагмы, сформирован в степени из левой половины ободочной кишки на левых ободочных сосудах. На тракальном этапе опухоль протяженностью более 10 см занимала ретроперикардиальный отдел, врастала в перекат нижнюю долю правого лёгкого, непарную вену. Выполнена комбинированная резекция грудного отдела пищевода, сформирован пищеводно-толско-кишечный аностомоз. Послеоперационный период без осложнений. При расследовании через 10 лет после операции признаки рецидивы опухолей не обнаружено. Трое больных из группы, трое больных раков желудка с перфорацией пищевода, перенести хирургическое вмешательство, несмотря на то, что последнее выполнялось на фоне септического состояния. Отдалённые результаты, к сожалению, нельзя назвать утешительными. Однако следует мочейство во всех четырёх случаях, мы имели дело с местно распространёнными опухолями. Таким образом, хирургическое вмешательство в объёме одномоментной зафакт гастротомии выполнено 44 пациентам, абсолютное большинство из которых имели запущенные стадии и осложнённые течения ухолевого процесса. У четырёх больных операции были выполнены на фоне септических осложнений. С семь больных была выполнена адекватная абдоминальная и медицинальная ремподисекция. С 43 пациентам выполнено пластикой левой половиной ободочной кишки. Анастомоз с пищеводом во всех случаях формировался в куполе правой плевральной полости. Частота хирургического осложнения составила 13,6%, показатели госпитальной летальности 6,8%. Лучшие отдалённые результаты получены в группе больных с синхронным раком желудка и пищевода. Полученные результаты свидетельствуют о том, что приемлемая частота послеоперационных осложнений, показатели летальности и долгосрочной выживаемости свидетельствуют о целесообразности и выполнении однометной заправки гастротомии у больных с синхронным раком пищевода и желудка. У больных раком желудка с высоким распространением на пищевод и у больных раком пищевода с массивным распространением на желудок. У больных раком желудка на фоне перфорации грудного отдела пищевода с развитием мини-синитин и емоплевры справа операция должна выполняться по витальным показаниям из-за отсутствия эффективных альтернативных методов лечения. Адекватная резекция желудка и пищевода, Как и полноценная абдоминальная медицинская лимфодисекция в этой категории пациентов, необходимы условия для достижения долгосрочной выживаемости. Внутрибрудной пищеводный толстый кишечный анастомоз по Михаилу Ивановичу Давыдову продемонстрировал высокую надежность и функциональность. А также выполнение одномоментной затраты астротомии может быть рекомендовано в случаях в условиях крупных специализированных центров специалистами, владеющими навыками уверенного оперирования как брюшной, так и грудной полости. Спасибо за внимание. Уважаемый Анатольевич, какие вопросы к Михаилу Михайловичу? Замечательная презентация. Что вы понимаете под первым гастроэзофагиальный рак и второй вопрос. Как часто вы наблюдали опухолевые эмболы в грудном протоке? По поводу грудного протока. Достаточно часто эта находка опухолевого грудного протока была в 18-20% из всех больных. А гастроэзофагиальный рак? Да. Гастроэзофагиальный рак – это рак желудка с приходом на пищевод. При выполнении, если касаться именно этого вмешательства, то мы рекомендуем, я думаю, при распространении выше ретроэзофагиального сегмента выполнение этой операции. Вы знаете, мы используем, но это решается индивидуально. Потому что стадии опухолевого процесса в последующих случаях были разные. Мы ее не отрицаем, конечно. Пожалуйста. Еще какие вопрос? Используете ли пластику леоцикального угла? Правая половина и вторая пешка? В одном случае была использована вот такая пластика, но мы предпочитаем пластику левой половины в душе на левом сосуде. Если я вас правильно понял, вы начинаете с тракального этапа? Нет. Операция начиналась лишь трижды с тракального этапа, когда степень диктабельности опухоли пищевода оценить при операционном обследовании невозможно. Начинается с тракального этапа, если опухоль удалима, позициируется пищевод, далее, после отменами этапа, и потом повторяется тракальный этап. Лишь трижды выполнялась такая такая пешествия. Пожалуйста, еще интересная лабороскопическая ревизия. Лабороскопия, естественно, как метод, оцетки распространенности опухоли участвует. И мы в 100% случаев используем. Спасибо. Еще какие вопросы? Во всех случаях... Ада, пожалуйста. Вопрос на дискуссионный. Вы докладывали в своем материале 70% гистологического исследования желудка, поражения. Третья стадия. Давно, вернее, сейчас стало известно по данным американских авторов, что выполнение расширенных операций при третьей стадии, оно, когда опухоли распространяется на сирозы и на малый сальник, оно бессмыслено. То есть оно не улучшает отдаленные результаты. Мой вопрос. Имеет ли выполнение смысл расширенной лимфоденоктомии на абдоминальном этапе, когда такое распространение? Ну, наша позиция заключается в том, что, естественно, имеет смысл выполнения расширенной лимфоденоктомии, даже при явно пораженных лимфоузлах, потому что, во-первых, невозможно, без этого невозможно выполнить диагностику и будет среди стадии опухолевого процесса. Во-вторых, пораженные узлы часто являются причиной непосредственной смерти больного, как-то печеночной недостаточности. Ну, наша позиция заключается в том, что это улучшает и, как показано здесь, отдаленные результаты. Пожалуйста. Пожалуйста, в связи представленных операций были ли операции, дополненные интерпретальные химикорфузии по уместностроенному? Нет, не было. Михаил Миколаевич, кроме онкоцентра, где еще работает такого типа операции в отечестве? Аналогичные операции, идентичные тем, что выполняем мы. Выполняются одна гастертомия. Ну, это понятно, имею в виду вот в таком объеме, когда продемонстрируем презентацию. Ну, о публикации мы не нашли ничего. Очень важная, очень серьезная работа, и была представлена на очень высоком уровне. И начну со слов Юдина Сергеевича, который сказал, что в медицине самая сложная проблема – это хирургия, а в хирургии самая сложная – это хирургия рака пищевода. Сегодня, конечно, очень тяжелый путь прошла хирургия пищевода. Разработаны различные методы формирования пищевода, различные методы анастомоза, доступа, пути проведения, различные варианты трансплантатов. Особенно сложный вариант, когда нельзя использовать пищевод. И Михаил Михайлович как раз, желудок нельзя использовать для пластики пищевода. И Михаил Михайлович как раз сказал, что есть ситуации, где невозможно применение пищевода, и преимущество, желудка, и преимущество, конечно, необходимо отдать пластике толстой пищевой, которая проводится в задней средостении, и анастомоза пропируется внутри плеврально. Этот вопрос очень серьезный и сложный. Я могу перечислить по пальцам хирургов, которые вообще занимались хирургией пищевода в 20 веке. И очень мало сообщений обычно, когда невозможно использовать пищеводы, производится из-за фага кастрихтами единичные сообщения. Поэтому эта работа очень важная. Сегодня работа была представлена вообще в таком объеме, что здесь показаны не только единичные возможности выполнения этой операции, но и вся методология, как она выполняется. Поэтому я оцениваю эту работу как очень высокую, на очень высоком уровне выполненную. И мне кажется, что эту работу надо представить в виде монографии, так как каждая операция – это штучная операция. И я вас поздравляю. Желаю всем большое. Спасибо, Леонид Иванович. Кто еще? Желаю всем, пожалуйста. Хочу сказать, что, конечно, работа и материал громадный, блестящий. Может, микрофон? Громадный, блестящий материал. И, наверное, в мире это единичный. Единственное сомнение, я еще раз хочу сказать, что не говорю о непосредственных результатах, блестящие. А отдаленные результаты тоже великолепные. Наверное, самые лучшие в мире. Великолепные результаты. Если учитывать только один рак желудка и рак пищевода, вы даете 30-летнюю, 5-летнюю выживаемость, 30%, это фантастический результат. Я хочу только поаплодировать. Спасибо. Пожалуйста, еще. Тут прозвучал вопрос, который довольно часто остается о целесообразности, скажем, так называемой расширенной мифодисекции на доминальном этапе, при наличии синхронных опухолей. Или в тех ситуациях, когда процесс достаточно большой и сомнительная в радикальности, зачем, дескать, это все делать. Это не редкий вопрос, в самом деле. Скажем, ссылка на американские антрости здесь не работает по одной простой причине, что американцы вообще не делают расширенных операций. Прямо 5% всех публикаций американских указывает, что они выполняют объем диссекции рака желудка D2. У них стандартом до сих пор сражается D1. Если в Европе принят диссекции, то американцы не приятны. По одной простой причине. Мало рака желудка, вообще мало рака желудка. Вот этими программами пропагандирования здорового образа жизни и рационального питания, они снизили заболевание с рака желудка примерно в 1,7 раза. В основном это поставщики рака желудка, это латиноамериканские чернокожие населения. И поэтому там полостная хирургия очень консерватенна. Все, что видел я в крупных клиниках американских, и при раке пищевода, и при раке желудка, никакой диссекции вообще не выполняется. Пересекает связь с аборат, формируется, как правило, аппаратная соусти, и формируется внутриплюральная средняя очень редкая. В основном это формирование на шее. Ну, идеология понятна. В основном, ведь вы знаете, специализация в Америке и в Европе – это кардиоторакальный хирург. Они живут на легком, на сердостении, на коронарных сосудах сердца. Это ошибка, методологическая ошибка. Сердечно-сосудистая хирургия – это совершенно другой технологический и идеологический раздел. А те люди, которые на легком, на медострессии, на пищеводе, должны идеально знать живот. Готовят, но на турокомбдоминальный хирургий. То есть полостная хирургия является доминирующим фактором подготовки этой группы хирургов. Поэтому, с моей точки зрения, как онколога, который всю жизнь проработал онкологией, даже в случае абсолютной паллиативности операции при ревизии брюшной полости на брюшном этапе, мы должны выполнять при этом теперь минимум D2. Это не является расширенной операцией, это сегодня стандарт. Для чего? Во-первых, договорились, что ремиссия...